Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня мы продолжаем рассматривать коллекцию моих новогодних открытых. Это еще одна открытка у меня тут затерялась. Комарова. Без 2004 года. Смотрите, тоже очень тонкая графика. Здесь за столом сидит Дед Мороз и Снегурочка. Ну и куда же без кошечки? На лавочке Деда Мороза. Очень праздничная, красивая. Ну а дальше. Гусево, 87-й год. Вы смотрите, как отличаются открытки 87-го года и открытки уже 21-го века. Это тоже очень популярная открытка, мне кажется. Гусево, 82-й год. Вот такой вот Дед Мороз. Левицкий, 88-й год. Вот это очень трогательная открытка. Дед Мороз освещает маленькую елочку, которая должна подрасти. Воронин рисовал в 85-м году. Очень интересная идея открытки. 88-й год. 88-й год. Бедрак. Что-то акварельное. Вот еще моя любимая. Потому что вот так вот открываешь, и там елочка. Кладываешь подарочки. Карлсон несет. Да, сюрприз. Очень она интересная. Никольская. Рисовал. 86-й год. Тут тоже есть теснение. Буквы золотом выведены. Ну, а здесь Дед Мороз рисует на стеклах морозные узоры. И снегурочку вырисовывает себе внучку в помощнике. Восемьдесят четвертый год. Очень красивый наличник. Деревянное зодчество. Вот такая снегурка. У нас тоже было таких нескольких штук открыток. Филиппова рисовала. 85-й год. Очень так размашисто фон вырисовывала Филиппова. Моя тоже любимая открытка. Дворецкий. Дворецкий. 79-го года. Посмотрите. Внучок и внучка. Внучка чернильницу держит. Дед Мороз пишет плакат. Новым годом. Новым годом. Вот это тоже одна из моих любимых открыток. Хора. Ах. Ах. Внучка. Ах. можно продолжить. А можно просто поставить подпись. Но открытка сама по себе очень чудесная. Дальше вот таких открыток у меня было очень много горелок. В 83-й год. Но я почему-то не могу найти свою коллекцию. Видите? Я и башню Московского Крымля. Борисова. Помните Борисова? Ты себе открываешь открытку. Здесь у нас снежинки. Те, наверное, которые Снегурочка разбрасывает. Как звезды. Звезды и снежинки. 86-й год. Дальше вот мне напоминают почему-то рекламу нашу современную. Помните? С тюленями, которые что-то очень много поели. Наверное, дизайнеры отсюда брали эту тему. Я не представляю, как тюлень будет из чашки пить гжель пить горячий чай. Да, медведь я стаскинула. Грудинина. 87-й год. Ну да, фантазия очень интересная. Подложенька. Скорее всего, это гуашь, тенькера и ляк. Рассоуна. Открытка. Котеночки. 84-й год. Опять открытка двойная с разворотом. С другой стороны у нее ничего нет. Ну а тут идут все наши любимые герои советских мультфильмов. Дед Мороз со снегурочкой их встречают. Вот это уже из современных, наверное, открытка, потому что здесь электронные часы присутствуют и осталось минуту до Нового года на них. Не знаю, вы разглядите. Вот. А робот несет подарки. это вот наша реальность в наш век. Ореховский. 87-й год. Как он далеко смотрел. Наверное, увлекался фантастикой. Бодрихина. 84-й год. Посмотрите. Олень везет на расписных санях под майолику. Саня расписана подарки детям. Вот опять сюжет похожий, как был у нас уже из той же семьи. Хотя художник другой. Здесь был Котеночкин, а здесь Бельчуков. А посмотрите, как они похожи. Возможно, стилистика и печать требовала делать такие открытки. Здесь, видите, если посчитать ограниченное количество цветов, а значит, дешевле печатать. Ну вот, авторы разные. Здесь вот даже внутри лучше оформлена открытка с такой графиком. Зайчик, только очень уже грустный зайчик. И эта открытка тоже. Ну, это был подарок. Часть открытки отрывалась, так как там стояла печать. А часть оставалась ребенку. и здесь вот русские гуляния с нашими скоморохами, с петрушкой. Вот, посмотрите, лифонари Петербурга. Я даже не знаю, кто ее рисовал и какой год был, потому что, видите, отворена часть правком Казанской дистанции пути. Железной дороги. любезно. 85-й год. Вот такие узоры с окон. Очень интересно размещен сам шрифт. я тоже любила рисовать таким шрифтом и раскрашивать буквы в разные цвета. Наверное, все потому, что, несмотря таких открыток, начинаешь точно так же рисовать. м хрифт. Продолжение следует...